Приветствую вас. Да, конечно, то, что вам изменил муж, оказывает на вас определённое влияние, определённое, значит, ну, сказывается на вас, это безусловно. Вот, потому что по-другому, по-другому, в принципе, быть не может, вот, именно, ну, именно из-за того, да, что это нормально, нормально, что измена влияет вот так вот. Ну, достаточно негативно, да, на человека. Вот. Другой вопрос заключается, на самом деле, в том, насколько вы разобрались в измене своего мужа, да, разобрались ли вы в измене своего мужа, то есть, ну, определили ли для себя, почему он вам изменил, вследствие чего он вам изменил, да, как произошла такая история, что он вам изменил, изменил и так далее. Но, на мой взгляд, это то, что нужно исследовать, также вам, потому что, ну, без этого просто будет невозможно разобраться, без этого невозможно будет вам помочь, опять же, ну, вот. Я вам отвечал, да, то есть, на первый вопрос, включал вам, примерно, о том, каковы причины измены могут быть, хочется верить, я уже не помню, что я вам отвечал, но, то, что вы написали, в принципе, особо никакого, как бы, значения не имеет, да, то есть, это, по-прежнему, достаточно маленькое количество информации о вас, о ваших отношениях и так далее. Понимаете, какая штука, как бы, измена вашего мужа, она не совсем относится к вам в этом смысле. То есть, измена вашего мужа, она с вами связана лишь постольку, поскольку, то есть, определённо, какой-то вклад в это, вы внесли свой определённый какой-то, какой-то вклад вы внесли в то, что вам ваш муж изменил. Но, он сам же ответственен, также, за свои действия, он сам же ответственен, также, за свои поступки, вот, и, как бы, то есть, вас это до сих пор волнует, это нормально, но с этим нужно работать и разбираться. Вот. А что же, что касается ревности вашей к своему текущему мужчине, вот, что вам это связано всё с тем же, то есть, неуверенность в себе, страх быть прочной, отсутствие реализации, непринятие себя, вот, чувство собственничества, и нелюбовь к своему партнеру, ну, по крайней мере, любовь, как бы сказать, у вашей, ну, вашей любви, она отсутствует. Отсутствует. Вот, знаете, и, когда, когда человек сну, вот, он ведёт себя, ну, совсем по-другому, что-то он... не ревнует ему, потому что не до этого. Вот. Понимаете? То есть, ваша ревность, она... связана именно, вот, с тем, что вы боитесь, боитесь себя компетерять. А это почти... почти всегда связано именно, именно не с любовью, а с потребностной сферой. определенной. Вот. И, в первую очередь, здесь нужно разбираться именно с отношением... вашим отношением... к... мужчине. Вот. Самое... Ну, потому что... на данный момент, именно сейчас, вы относитесь к нему, ну... явно не так, как предполагает любовь, любовь, к сожалению. вот. Ну, и, соответственно, что... есть... проблема собственной реализации, у вас... безусловно. это... ну, это факт. Я полагаю, вы не будете с ним спорить. Ну, вот. И, в общем-то, ваша паранойя, она... ну, она не дослуживает того, чтобы с ней именно бороться. Понимаете? То есть, как бы... с паранойей не нужно... не нужно... бороться. Вот. С паранойей, эээ... с паранойей нужно раскрывать. Представляете, что за ней стоит. То есть, вас же не успокаивает тот факт, что, например, мужчина говорит, что нет, я тебя не изменю, там, я тебя не изменяю, и так далее. Вот этот факт не успокаивает. Вот. И это нормально, что он вас не успокаивает. Абсолютно нормально. Потому что... момент здесь... связан именно с тем, что волнует вас. А не паран. То есть, эээ... это ваша проблема. Знаете, ваша проблема. Как бы... эээ... не пар... не парня, а ваша. не парня. И вот, эээ... пока вы... эээ... себя не отделите, да, пока вы... ну, не... не отделите... себя от... его мужчины, и свои проблемы от него тоже. А я полагаю, что... вам будет так очень... сильно тяжело. Ну, в целом, мне кажется... эээ... что... эээ... ваше поведение... ээээ... 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 там... склонны к выноту мозга, своего партнера и так далее. Ну, есть у этого, конечно, свои определенные посылки. Очевидно. ну, вот... с этим можно работать. Что в... ээээ... в обязательном... порядке совершенно. эээ, вот... эээ... вот... эээ... ээээ... эээ... ну, вот, в... принципе... ээ... эээээ... эээ... Вот без дивана срывают крыши, начинаю выдумывать разные нехорошие ситуации. Представляете, он гуляет где-то. Вот с этим нужно, Наталья, разбираться. Что стоит за одним, что вы себе представляете. Это нужно с вами разбираться. Нужно с вами общаться и разбираться. Это так работает. Это не работает через такого рода ответ. Но в целом, конечно, это идет из-за определенных представлений в семье и из-за того, как вами в целом воспринимаются отношения и то, что вы к себе очень не уверены. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, по крайней мере, вот так. И работать, соответственно, нужно в том же направлении. Вот. Смотрите. Так. Я изложил его от себя ревну. Никогда не могу сказать, что он дает повод. Больше я сама тебя накручиваю. То есть, если у вас есть механизм навязчивости. А что вы сам на себя накручиваете? Вот. Есть механизм навязчивости. Пеханизм навязчивости он, ну, тоже достаточно такой, не сказать, что бы сложный, но он нуждается в том, чтобы с ним работать тоже. Вот. Понимаете? Вот. В принципе, так. Это то, что я могу сказать. Вам, ну, стоит, как бы, проанализировать свои отношения с мужчинами, свои отношения с родителями. Вот. И все-таки признать, что вы индивидуальны, что универсального рецепта решения проблемы нет. Вот. И, соответственно, нужно найти именно вам подходящий способ решения ваших проблем. Вот. Ну, вот, очень сильно меня смущает то, что вы их пишете, как, как, как мне побороть мою сбыльчик. Вот очень сильно меня это смущает. Почему смущает? Да потому что побаровать вам точно ничего не нужно. Вот именно побаровать. Именно побаровать вам ничего не нужно. Не побаровать, нужно раскрывать. То есть, может быть, сначала вообще посмотреть, какие чувства у себя побаровать и почему. И, просто не привязки вообще к вашим отношениям, а просто посмотреть, какие чувства у себя побаровать. И вот уже из этого, из этого, из этого исходить. Может быть. Вот. Такая вот история. Такие дела. Ну, так не видится, по крайней мере. Вот. На этом, в принципе, всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, обращайтесь в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Вот. Вам все-таки нужно выбрать себе эксперта и нажать на индивидуальную работу. Потому что от таких общих ответов ваша ревность не уйдёт. К сожалению. Ну вот. А я вам желаю всего самого доброго. И удачи.